И сейчас расскажу вам об уборочке на миллионы. В Ременской области Облавтодор и Служба автомобильных дорог проявили удивительную оперативность. Они освоили почти 9 миллионов гривен всего лишь за сутки. Зимой за эти деньги они якобы очистили трассы от снега. Но вот такой финансовой нечистоплотностью и прытью заинтересовались прокуратуре и открыли уголовное производство. Как себя чувствуют его фигуранты? И на Белецкое пыталось поймать неуловимых дорожников и разобраться, как на хитрых тендерах тают государственные деньги. Они соседи, живут мирно, делятся всем, что государство пошлет. Кроме госденей, служба автомобильных дорог Ременской области и Облавтодор делят один вход. Вот в этом старом доме с ветхим фасадом. Их путь к успеху через тендеры, которые проводит служба и которых почти всегда побеждает Облавтодор. У них общие задачи, а теперь и одно уголовное производство. В декабре прошлого года провели торги почти на 37 миллионов гривен на содержание 2000 километров дорог в течение, внимание, 18 дней. Правда, потом сумму уменьшили до 22 миллионов. В тендере было всего два участника Облавтодор и городское дорожно-эксплуатационное управление. Победил, конечно же, Облавтодор. Когда нужно минимум законам два участника, тот подиграет в тех тендерах, а тот подиграет в местных. В соответствии, никакой реальной конкуренции нет. Очевидно, сколько денег выдают, сколько они освоят. И особенно контроля за этим тоже нет. Аукцион завершился 12 декабря. А уже 13-го на счет Облавтодора поступило 8 миллионов 600 тысяч гривен. Именно столько, по документам, подрядчик потратил за один день. Эта сумма пошла на очистку трассы от снега. Как так удивились прокуратуре и открыли уголовное производство. Это фото заснеженной трассы Киевчоп в декабре, когда тендер уже был проведен. На Киевчопе очень много проблемных вопросов, в частности, снегово-людовый накат в некоторых местах становился от 10 до 12 сантиметров. И это уборка за 8 миллионов. Конкурент Облавтодора на аукционе сам удивлен арифметикой. Если есть достаточно договоров, есть достаточно своей наивной техники, то это можно делать, ну, понятно, что не 9 миллионов. Но если говорить о вытрате материалов на такие километражи и на такую мережу дороги, как и в Облавтодора, то, на мою думку, в день можно выполнить по 3 миллиона. Но тогда дороги должны быть в идеальном состоянии. Должна постоянно работать техника и своя, и арендованная. Но снег не асфальт. Проверить, как вместе с ним растаяли бюджетные деньги, сложно. Впрочем, за всем, что происходит на трассе Киевчоп, следят камеры. Системы метео и видеонаблюдения обслуживает фирма Дорекс Беспекоруху. Она тоже выигрывает миллионные тендеры. И в тот день, 12 декабря, именно Дорекс победил на аукционе. И именно у них по решению суда изъяли серверы на экспертизу, чтобы увидеть, как Облавтодор осваивал 8 миллионов за сутки. Фирма Дорекс находится в обычной киевской многоэтажке. Ни вывески, ни указателя. Вахтер подсказывает офис на втором этаже. Вот здесь, по второй этаж, поднимаемся. Поднимаемся, но общаться с нами никто не хочет. За дверью затаились. Звоним, дверь офиса не открывают. Ну, они сейчас в офисе, да? Ну, там их много. Я не слежу. Заходят, вот, потом они утром приходят, потом на обед. Узнать подробности миллионной уборки хотим у самих дорожников. Директора Облавтодора нет на месте. Сотрудники путаются в показаниях. Мы заходим в Облавтодор еще два раза. На его день и на какой день он сам определится, тогда мы скажем, что мы вас не берем. Искали мы директора и на трассе, куда он должен был отправиться с инспекцией. Но безуспешно. Идем к соседям Облавтодора за стенкой заказчики миллионных работ, служба автомобильных дорог области. Ее руководитель Петр Довиченко. Декларация этого госслужащего еще два дня назад была на сайте на ПК. Теперь страница недоступна. Но есть на портале канцелярской сотни. Итак, Петр Довиченко с супругой, которая работала в суде, владеет земельными участками во Львовской и Ривненской областях и в самом областном центре. Домиками отдыха во Львовской области. А в прошлом году приобрели квартиру почти на 130 квадратов в Ривне. И этот успешный человек, по-видимому, слишком занят или забыл о статусе госслужащего. Если вам еще комментарии отримут. А есть комментарии? Так, сутя. Не имею комментарии. Вы державный служб проводится? Что значит, у вас не имею комментарии? Не имею комментарии. Вы жартуете? Что вы? Так или иначе, пока длятся экспертизы, жизнь в обл. Автодоре и службе автомобильных дорог идет своим чередом. Люди в оранжевых жилетах латают ямы, чтобы в следующем году люди в костюмах могли успешно разработать очередной план ямочного ремонта и провести тендеры. Государственные миллионы или расстаются снегом, или сойдут с асфальтом. Инна Белецкая, Богдан Вербицкий, Николай Василюк. Подробности недели. Телеканал Интер. Субтитры создавал DimaTorzok